доброго времени суток вы на канале осознания мы говорим про пк интернет и в этом видео мы поговорим о том как крупные корпорации нас обманывают и что не так с альфа и нетвером читая статьи в интернете по выбору wi-fi адаптера я очень часто вижу информацию которая уже устарела потому что из года в год перепечатывают одно и то же что есть на всех остальных сайтах при этом не заморачиваются абсолютно проверить данную информацию этим грешат как хорошие сайты которые занимаются вар драйвингом так и различные статьи кинопикабу и вот для примера я вам приведу статью на hiker.ru мы будем рассматривать что не так с альфа network авус 036nh это альфа на чипе rt3070 ну и собственно что про него сказано в 2011 году компания mediatek объединилась с корпорацией rolling technology но если говорить честно компания mediatek выкупила данную компанию с потрохами и поэтому у нас могут встречаться обозначения mediatek rt3070 а дальше идет информация о ревизиях чипа al1a это то что раньше ставили в альфа network и al3a его еще называют 3070l это то что сейчас ставят в альфа network и как я до этого дошел собственно было у меня общение с одним из подписчиков и он собирал запчасти для своего ноутбука дабы его превратить в топовую вещь на долгие времена и он зашел на сайт официального дилера пардонте сайт официального дилера в россии для компании альфа network и его заинтересовало такое вот обозначение причем не только на этой альфе но и на других альфах с использованием данного чипа что используется чип ralink rt3070l возможно ошибка на сайте если мы зайдем на родной сайт альфа network то мы видим что нам обещают чип ralink rt3070 который не существует с 2011 года но альфа продолжает клепать и все замечательно компании нету чипов нету но производить продаваем возможно огромный запас чипов есть наверное также я в свое время когда выбирал свою альфу я ее искал на сайте первоначально дали радио и здесь вот сказано замечательная вещь вводящая кстати в заблуждение этот сайт не работающий и у них теперь новый сайт я его вам сейчас тоже покажу и тут нам сказано что используется чип рт3070 не надо путать с деталью рт3070 это вовсе не то если мы зайдем на нынешний сайт sl.com то здесь такой информации уже не говорят но точно также пишут что чип рт3070 но правда фирму уже не указано 2011 году компания meteotek с потрохами выкупила компанию ralink и начала используя их наработки разрабатывать еще и свои чипы все чипы рт которые вы видите на вай-фай адаптерах это медиатек и если мы зайдем на официальный сайт медиатек тут есть информация о чипе медиатек рт3070 и давайте мы поднимемся на страницу повыше придя по хлебную крошку и посмотрим какие чипы у нас есть это важно очень важно потому что у меня возникает вопрос до сих пор компании альфа-нетворк ну и собственно что у нас есть из наследия компании ralink давайте смотреть рт5592 не встречал не знаю не работал рт5370 неплохой чип работал в принципе все великолепно рт5572 тоже работал с этим чипом в принципе неплохой чип рт3593 не работал рт3573 не работал рт3562 не работал рт3070 собственно его должны нам ставить рт3062 не работал дальше пошли чипы от медиатек как вы заметили никакой буковки l у нас нету хотя компания digital alpha рассказывает нам про чип paralink rt3070L который в природе тоже не существует это скажем так пошло название среди продавцов некоторых ну и также авторов статей которые указывали ревизию чипа ролинковского как уж обозначаются чипы медиатека мне тоже теперь стало интересно и после того как он мне задал этот вопрос я написал в техническую поддержку digital angel и на что мне сказали что используется новая в альфах используется новая ревизия чипов называется она mediatek rt3070L давайте вернемся к официальному сайту медиатека и поймем что такого чипа тут просто нет странно я на этом не остановился и пошел дальше так как мне интересно было а вообще может быть компания digital angel у нас неизвестно что подает под видом альфа я задал данный вопрос уже компании альфа-нетворк мне ответила h2 менеджера первый мне ответил очень интересно что компания digital angel у нас действительно является официальным дистрибьютором компании альфа-нетворк а в альфа-нетворк в адаптерах альфа-нетворк используется и чипы rt3070 и rt3070L при этом какая фирма-производитель не было сказано правда вопрос был по немного другую альфа-нетворк в чем разница мы поговорим чуть позже но второго чипа у нас как говорится не существует и что же это за фирма-производитель неизвестно но мне также ответил еще и второй менеджер который мне четко заявил что в данных альфов используется чип медиатек rt3070L которого не существует по данным компании медиатек какая же ревизия мне так и не ответили ну это собственно предлагают прислать мак-адрес и серийный номер мои альфа для проверки собственно вы можете зайти на сайт альфа-нетворк отправить туда собственно запрос по поводу мак-адреса и серийного номера вам скажет у вас официальная альфа или неофициальная и вот такие странные дела так вот есть у нас альфа-нетворк которая имеет название nh а есть еще у нас альфа-нетворк и давайте мы на нее посмотрим на том же самом сайте кстати альфа-нетворк на официальном сайте что про нее будет нам сказано иначе нас не интересует нас интересует н е это вот такая вот более компактная альфа маленькая и что мы видим в ответе по чипу ralink rt3070 не медиатек не rt3070L как отвечает нам менеджеры компании альфа-нетворк так что же у нас такое замечательное продумайте ну ладно не будем материться вот такой замечательный обман все привыкли что компания альфа использует очень хорошие чипы ralink rt3070 ralink компании не существует существует компания mediatek и чипы уже mediatek rt3070 но почему мне уже три компании утверждают что используется чип или на окончании и еще замечательная сносочка на старом сайте дали радио о том что используется чип rt3070 но есть деталь rt3070L это весело но чем отличаются собственно две данные альфа вот это вот и вот это вот стоят они кстати в магазинах разного одна дешевле вторая дороже естественно вот этого дороже отличаются они в том что вот в альфе n-h есть дополнительное усиление аппаратное усиление сигнала вот в этой альфе его нет поэтому если вы хотите выбрать альфа именно то выбирайте естественно не n-e-h а n-h ну и еще небольшой такой небольшой обман от компании альфа-нетворк от всех компаний которые но по моему кроме digital angel они это говорят честно на новом сайте дали радио я это не читал а сейчас здесь мы попытаемся найти если у них это указано но обычно по крайней мере это у меня заявлено на официальной коробке здесь я этого тоже не вижу но на коробке у них замечательная вещь написано что дальняя альфа работает на мощности 2000 милливатт как вы помните в кали линукс максимальная мощность да и в любом линуксе которую можно выставить это 1000 милливатт 30 дбм а не 33 дбм так вот даже если вы про патчете линукс благодаря тому что используется уже чип нейролинк а медиотек вы все равно не получите ничего выше 1000 милливатт то есть на коробке нас продолжают обманывать маркетинговый ход цифры напишу 1000 милливатт но все же знают что мы на 2000 работаем зачем менять текст все равно в линуксе вы не сможете переключиться на 2000 милливатт но правда его пропатчить можно и также у них есть замечательная 2 альфа NHA это такая черненькая в ней тоже есть аппаратное усиление то есть в принципе неплохой вайфай адаптер и на нем написано что максимальная мощность 650 милливатт это чуть больше 28 дбм так вот смех заключается в том что работает она на мощности максимальной 23 дбм это если читать спецификацию чипа от qualcomm который там используется к сожалению спецификацию чипа от медиатек я не нашел кстати буду благодарен если скинуть ссылочку по спецификации их них чипов очень интересно почитать и второй подвох в той альфе если здесь мы можем сменить регион и поменять мощность то в той альфе все гораздо хуже регион прописан на уровне драйвер даже вы если вы будете переключать регион в линуксе и повышать мощность альфа будет привязана к региону в Великобритании и тут выборов несколько либо искать другой альтернативный пропатченный драйвер компилировать его и собственно использовать его либо патчить опять же таки кали линукс и еще один минус который я заметил на той альфе в случае с данной альфой которая NH мы можем после смены региона указать любую мощность с альфа же NH мы можем указать только максимальную мощность если мы для Великобритании пропатчили собственно сам линукс указали что будет максимальная мощность 30 dbm то есть 1000 милливатт альфа будет по умолчанию на ней работать и снизить эту частоту вы не сможете а с учетом того что чип у нас рассчитан на 23 dbm то вот я просто экспериментировал свыше 23 dbm ситуация с приемом дополнительных сетей не изменяется но нагрузка на чип будет выше и в итоге вы его сожмете раньше так что если вы занимаетесь патчингом линукса то почитайте спецификацию чипов и поймите что свыше 23 dbm на альфа-нетворк авус 036 NHA ставить бессмысленно ну собственно вот такое вот видео что не так с альфой network но как говорится тут делает выбор каждый сам что покупать и фирмы бывают разные кто-то вообще не указывает ревизию своих продуктов и как они изменили чипы кто-то какой чип у них установлен ну а мы уже получаем то что получаем китайские альфы я вам не рекомендую купать что там за чип неизвестно обычно в альфах китайских китайских телефонов китайских wi-fi адаптер используются чипы очень хитро это относится как к процессорам так и к чипам смартфонов и к чипам как производится их не устройство точнее их не нарезка у вас есть линия у штамповки чипа она это микро плата 1 кристальная ну возможно много кристальная но скорее всего 1 кристальная и после того как полосу этих чипов сделали либо пластину вот ее напечатали после этого идет резко резко может быть не точнее поэтому идет отбраковка и мы имеем различное количество ядер на процессорах различные частоты потому что дальше ограничивают просто частоты еще дополнительно но первоначально никто вам не будет производить отдельно процессор core i3 core i5 core i7 производит только core i7 точно так же как в видеокарточках у вас производится изначально чипы для самой максимальной видеокарточки а уже отбраковку либо занижают частоты либо еще что-то делают и уже используют их но точно также с чипами которые вай фай адаптерах есть отбраковку которую активно покупают китайцы производят свою продукцию и поэтому мы имеем хреновый вай фай адаптер который ничего не ловит но на родном чипе rolink 3070 также с нужной ревизией все потому что хреновый чип и очень дешевые смартфоны на топовых процессорах qualcomm точно также отбраковка накупили напаяли выпустили собственно вот так вот на этом пожалуй все на этом я с вами попрощаюсь ставьте лайки оставлять комментарии напишите что вы думаете о таком разводе от компании альфа network ну и вообще с каким разводом от различных компаний вы встречались подписывайтесь не забудьте активировать колокольчик напоминаю у нас есть спонсорство и спонсоры видят видео пораньше ну а также есть группа вконтакте и канал в телеграме подписывайтесь и туда всем пока